и снова здравствуйте уважаемые друзья вы снова на канале ремонтник тв и сегодня я продолжаю тему бензовандализма ко мне обратился один нерадивый пользователь с проблемой проскакивает цепь по звездочке бензопилы при дальнейших выяснениях причины оказалось что он нечаянно или по незнанию заменил цепь но поставил не 325 шаг а шаг три восьмых что при этом случается собственно я сейчас буду показывать и рассказывать скажем так не было бы счастья да несчастье помогло из-за таких недалеких пользователей у меня бы просто не было работы но чтобы их стало меньше собственно для того я и снимаю подобное видео в таком формате ликбез или даже немного обучающие как многие считают и так смотрим и так для начала я конечно покажу что стало со звездочкой видите звездочка наш лицах вроде бы все нормально но если приблизить вот такую красоту наблюдаем звездочка просто перерезана на две части и также поврежден барабан срезаны шлицы на которых сидит звездочка как не пропилила насквозь при таком пользовании я конечно удивляюсь но и такое может быть и так уважаемые друзья если я сказал такое громкое слово как ликбез ликвидация безграмотности я должен обосновать свою позицию и отвечать за слова и так как видите у меня есть две цепи первая цепь это цепь регон с 325 шагом вторая цепь опять ее позиционный противник это цепь стиль с шагом 3 восьмых и дальше я расскажу о том какой бывает шаг цепи в чем отличие как измеряется я здесь недаром поставил штангенциркуль и линейку можно шаг цепи измерить как обычной линейкой но это немного труднее но все-таки тоже получается безошибочно и также штангенциркулем для начала рассмотрим какой бывает шаг для этого я немного приближу и на примере двух цепей конечно было бы неплохо если было бы три разновидности шага или того лучше четыре но в данном случае на сервисе мне только две самых распространенных цепи с 325 шагом и шагом 3 8 и так поближе рассмотрим их здесь конечно не зря я поставил бошевскую электропилу с нее я снял 3 8 цепь она поможет мне рассказать более детально на своем примере о шаге цепи и также если кто пожелает я конечно могу снять видео о ремонте бошевской цепной электропилы ну если конечно будет интересная поломка данная цепь с 325 шагом которая орегон естественно не с этой оранжевой китайской бензопилы которая у нас имеет 52 поршневую все видите этикетку это я снял для примера для сравнения с другой бензопилы а вот эту бензопилу которой я буду менять приводную звездочку мне сдали почему-то без шины без цепи и конечно долго пришлось объяснять человеку почему у него такая случилась поломка человек в упор не хотел воспринимать тот факт что он ошибся в шаге цепи пока он не принес две половинки разорванный уже цепи хвостовик в которой был расклепан шина естественно носок шины развален как и в случае с предыдущей бензопилой на базе которой я начал тему бензовандализм и итак мы выяснили что человек поставил все-таки три восьмых шаг пришлось также мерить штангенциркулем рассказывать о шаге цепи рассказывать в чем собственно состоит его ошибка и так в данном случае у меня два конкурента цепь орегон и цепь стиль стиль вы можете узнать если кто не видит напись по вот этим точкам на хвостовике что соответствует технологии oil matic которые активно скопировала долмар по моему но тем не менее орегон стиль разница в шаге цепи и если бегло взглянуть на эти две цепи может показаться что шаг одинаковый но это на самом деле не так отличие все-таки есть и сейчас я покажу как мериться шаг бывает шаг цепи просто отличить бывают посложнее все зависит от типа цепи массивности и профиля режущего зуба я вот сейчас недаром подобрал чизельные обе цепи для того чтобы видели насколько сложно отличить то есть по заклепка мы видим конечно эти заклепки побольше эти поменьше но если убрать одну цепь кто со старта может сказать что это там три восьмых шаг или допустим триста двадцать пятый шаг я имея определенный опыт сразу тоже на глаз не могу сказать все зависит от визуальном восприятия от массивности звеньев они бывают разные бывают тонкие бывают толстые все зависит от формы зуба и профиля зуба с высоким профилем зуба цепь воспринимается как более массивная три восьмых хотя это может быть триста двадцать пятый шаг или наоборот то есть по-любому нужно мерить даже если вы на опыте и так чтобы померить какой шаг цепи нам нужно замерить размер между тремя соседними заклепками произвольно выбираем три соседних заклепки неважно вот эти будут три или следующие три размер везде одинаковый этот размер делим на 2 и получаем число которое соответствует шагу цепи и это число относится к дюйму ну в данном случае хотя я положил линейку я померяю штангенциркулем чтобы правильно измерить размер нам нужно стать на две заклепки через одну как видите я показываю и смотрим сколько здесь размер то есть надо по центрам заклепок или если вот так сместить по началу заклепки сейчас размер равен внимание так сколько на штангенциркуля я конечно заведомо установил здесь 16 и 5 миллиметра даже не 16 5 а 16 и 6 или даже 16 и 55 но есть здесь конечно деление на пять соток но довольно таки нечетко штангенциркулем мерять сотки но что это такое за размер получился если его разделить на 2 получим восемь целых двадцать пять сотых миллиметров что это такое соотношение к дюйму получится ноль целых триста двадцать пять тысячных то есть сейчас мы замеряли шаг ноль триста двадцать пять следующий померяем шаг три восьмых перейдем к штилевской цепи и так на штангенциркуле я изначально выставил размер 18 и 6 меряем соответствует ли это значение действительности вот собственно то значение практически она точно по вершкам заклепок или вот так можно сместить и промерить все четко и так если 18 и 6 разделить на 2 получим 9 и 3 миллиметра что соотносится к дюйму как ноль целых триста семьдесят пять тысячных но прежде всего следует уточнить почему шаг цепи в некоторых типах определяется как обычное три восьмых собственно это и будет три восьмых шаг а в других случаях как предыдущий случай с цепью орегон шаг будет называться ноль триста двадцать пятый такое разделение на разные типы обозначения было вызвано путаницей которая возникла из-за похожести десятичных дробей ноль целых триста двадцать пять и ноль целых триста семьдесят пять с такой разницей между числами всего в одну цифру можно было запросто подобрать неподходящую цепь поэтому было принято решение установить два разных обозначения обычными дробями 1 4 3 8 3 4 и между тремя этими дробями вставить в десятичном исчислении 0 325 и 0 404 собственно сейчас я нарисую таблицу и запишу размеры в миллиметрах сперва в первый столбик таблички я запишу все пять существующих шага цепи первый это одна четвертая 2 0 325 3 3 8 4 0 целых 404 404 и 5 размер 3 4 в миллиметрах эти типы шага будут иметь следующее значение первое значение это 6 целых тридцать пять сотых миллиметра соответственно если шаг 14 мы должны намерить штангенциркулем между тремя соседними заклепками 12 и 7 следующий размер который мы только что померили это будет 8 целых 25 и соответственно то что мы намерили 16 и 5 миллиметра третье значение мы его тоже только что померили это 9 и 3 соответственно умножаем на 2 получаем 18 и 6 шаг номер 0 404 имеет 10 точка 26 в миллиметрах умножаем на 2 получаем 20 52 ну и самый последний этот три четвертых кстати никогда не приходилось не затачивать его не держать в руках три четвертых значение 19 точка 0 5 что мы должны при этом намерить это 38 точка 1 вот такие размеры такая табличка это эквивалент размера в миллиметрах между тремя заклепками размер в миллиметрах шага и размер в дюймах думаю эта табличка будет кому-то полезно а сейчас я собственно произведу замену звездочки бензопилы и так для начала конечно ставим стопор поршня нагреваем паук звездочки но не сильно это все в ускоренном темпе ценность данного промежутка небольшая можно даже перемотать когда я сниму звездочку потому что очень интересно посмотреть покрутить в руках что стало со звездочкой и с барабаном все видите у меня есть новый барабан и новая звездочка здесь в данном случае я буду ставить шаг 3 8 7 зубов вот такая звездочка но здесь изначально комплектовались эти пилы звездочкой с шагом 0 325 7 зубов точно на такой же барабан но точно абсолютно на такую посадку и так ускоряемся хочу обратить внимание на то что здесь нет проставочной шайбы которая обычно под кулачками центробежной муфты находится на кулачках такие потертости в этом месте видно что корзинка затирала о кулачки так снимаем корзинку о одна часть звездочки о снялась сама корзинка вот так аккуратно пропилена ну я ее применять не буду нужно замерить конечно сколько осталось тело барабана что-то подсказывает мне что просто здесь меньше миллиметра осталось допилить и цепь хвостовиком прошлась бы по игольчатому подшипнику так это одна часть звездочки здесь внимание 325 черточка 7 что собственно я и говорил 325 шаг вторая часть звездочки ну как будто две разные детали все пропилена все зашлифована вот такая картина и внимание дальше что я вижу здесь червяк маслонасоса или привод маслонасоса кто как скажет и будет прав он сломан раз снимаю верхнюю часть она где зубы зацепления они как-то неестественно спилены и разломан сам привод червяк остался внутри так сейчас попробую достать червяк игольчатый подшипник ну и сам червяк дальше я думаю все отлично кроме червяка корзинки и звездочки менять ничего не придется но из-за подобных поломок зачислим данное видео в категорию бензовандализм пришлось также на бачке написать шаг три восьмых во избежание подобных рецидивов но такое такое на самом деле это редкость ну что ж уважаемые друзья кому понравилось данное видео ставьте естественно лайки и подписывайтесь на канал вас ждет еще много нового интересного по технике спасибо